Я хочу начать с небольшого вопроса. Посмотрим, насколько вы подкованы технически, насколько ваши цифровые деньги защищены. Для начала преподаватель решила убедиться, насколько ребята осведомлены о том, как правильно защитить свои денежные средства. Для этого она провела тест, но не простой, а виртуальный. Отвечая на вопросы, ученики должны были развернуть карточку с QR-кодом в том направлении, в котором, по их мнению, расположен правильный вариант ответа. А педагог в это время сканировал их с помощью телефона и сразу же демонстрировал верный вариант. Вопросы относились к разным направлениям. Например, к тому, какие пароли ставят ребята на свои аккаунты в различных социальных сетях, мессенджерах и почтовых ящиках. Сложные они или нет, один на все аккаунты или на каждый свой, а также будут ли они переводить другу средства, если телефон в этот момент подключен к общественному Wi-Fi. Мы хотели напомнить базовые правила безопасности, не в поведении в сети интернет, но в частности при использовании цифровых денег, электронных денег, электронных кошельков. Потому что сейчас много мошенников. Очень хочется, чтобы учащиеся, когда вступали во взрослую жизнь, правда начинали пользоваться своими средствами, не попадались. И действительно, мошенники сейчас довольно активны и каждый раз придумывают все новые и новые схемы, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых граждан. Правда, чаще всего их манипуляциям подвергаются люди пенсионного возраста. Это отметили и сами ученики. Говорят, вся информация, полученная на уроке, также поможет им объяснить своим родственникам о возможной опасности. Могу сказать, что это интересно, что преподают такие уроки. Это учит новому, увлекательно. Такие уроки в 21-й школе проводят с 5-го класса. А со следующего года урок функциональной грамотности, в который входит и урок финансовой грамотности, станет обязательным.